Бодрое утро! Всем сарделькам, сосискам и полуфабрикатикам! Это Бодрое утро на МТВ, с вами Антон Камолов. И я... Что? Там, кстати, широкоугольный объектив. У меня такое лицо ужасное. У меня такое лицо смешное. Неужатное, а смешное. Смотри на мониторе. Отличное лицо. Прикольное, да? Такой нос такой. Ничего раза делай. Ну ладно, всё, не надо. А ты на самолётах летал? Что-что? На самолётах летал когда-нибудь? На самолётах? Не, ни разу. Но очень хотелось бы. Ни разу не летал? Ни разу не летал. Да ничего прикольного. Уши закладывает, подташнивает. Да, очень прикольно. И все таращатся. Умирает вообще. А приземление это что? Вообще зеленеет, краснеет весь. Нет, я не краснеет. Начинается дыхать. У меня закладывают уши, я сижу вот так. Периодически делаю, чтобы так... Уши отложили. Он вообще... Ты говорил, что тебе не помогает нифига вот эта штука. Нет, это штука... Я теперь научился новой технике. Исейские йоги научили меня. Теперь так сидишь сначала, так копишь энергию, а потом... А потом выдыхаешься, да? И все, все. Главное не выдохнуть другим местом. Отлично, Дима, будешь передать приветы? Эфира. Привет, когда мне было 12 лет, я летел на самолете из Хабаровска в Москву. Впереди сидела женщина и 8 часов полета. Е-скюардесса меняла зеленые пакетики. А у меня друг... Прости, я прозвучила. Так, а теперь Шелест нам повторит это сообщение. Так, Шелест, что я сказал? Два. Родители в школу. У нас с компанией с большой, там, садимся, значит, в самолет, там такие пакетики везде, у всех, значит, у каждого сиденья мы такие-таки... Ну, похихикали. Потом одному человеку, знаешь, в компании стало плохо, значит, свой пакетик использовал, все наши пакетики использовал. Потом, значит, ему, там, стюардесса еще там пакетики принесла, потом он, чтобы не смущать никого, пошел в уборную комнату, все там, значит, видимо использовал. Потом, когда мы уходили, он такой, знаешь, такой, руки под глазами, такой никакой, и ему так, а бортпроводник такой, так, дает такую пачку пакетов, так, на всякий случай возьми с собой. Подарок от авиакомпании. Бесплатно, за счет заведения. Летайте нашими самолетами. А ты как сам себя... Боброе утро, Света Артелька с сосиском полу, пакетикам еще раз, кто к нам только что присоединился, я такая, оккупированная, а-а-а, тиграми и пандами. Это пижамный день, и сегодня у нас в гостях, наконец. Сегодня у нас пижамный день, и сегодня у нас в гостях, наконец. Давай, кинь. Первое острое ощущение было, когда я первый раз... В самолете как раз. Да, я полетела на самолете, и хорошо, ну, лицо знало пилота. И вдруг мы летим, летим, и он выходит и садится рядом с нами. Рывай, рывай. А как же, а как же вы летели? А ручки-то, вот они. У меня чуть сердечный приступ не случился. Господи, Джерри, ты сейчас откуда звонишь? Из Москвы. Ну, хорошо, это было первое твое острое ощущение, а второе острое ощущение? А второе, когда мне сказали... Когда вышел второй пилот. И такой, так... Ходит вся команда, там, шампусики. Когда вышел автопилот, она потеряла сознание, в общем. Да? Ну, и такой тоже был. И такой тоже был? Да. Ну, и чего не знаю. И тут вышел автопилот. Ужасная история. Хорошо, все, все. Мы его сделали. Не понимаем, что происходит, но операторов у нас в студии нет. И сегодня у нас за оператора Антон сейчас чуть-чуть поработает. А операторы, если нас слышат, если в компьютер там в игрушки играют, то будьте добры, подойдите уже в студию. И так вы говорили о книжках, там, что-то, да? Так перепугался. Антон, смотри, сейчас вы будете в углу кадра. Что-то другого угла. О, приберли, сведут. Антон, ты профессионал. Пишасты ли? Добрали у мальчика камеру. Женя, вот такой запоздал вопрос по поводу того, что ты хочешь заниматься синхронным плаванием. Так как не стыдно, а? Мягкими игрушками бросаться чужими. Смотри, он сам прилетел. Сейчас мы представляем вам. Отказался петь, ничего. Подбывали. Я тут набросал, я тут набросал слово. Не, не то, не то мелодия. Еще раз. Еще раз. Да, сейчас, вспомнили. А, вот солью милю поешь. Подожди, давай вместе. Одинский было коза, наверное, это соль, но яс один теперь сырый.